Смотрите, вы знаете, есть дворец моряков. Состоит фасадная часть, два флигеля, левый и правосторонний. Решениями консультационных советов Министерства культуры установлен фасад памятник, флигеля не памятник. Первоначально владелец имущественного комплекса, ну или здания, отвел всю землю. Так как было установлено флигеля, не памятник, это памятник, соответственно, радованный кодификатором использования земельных участков. Соответственно, он сегодня, землю, которая была уже отведена, делит на участки, на котором находятся флигеля, для возможности их реконструкции, не реставрации, реконструкции. И здание, которое здесь находится на флигеле, это памятник культурного наследия, с которым кроме реставрации больше ничего делать нельзя. Собственно говоря, ему необходимо, дальше его действия, по всей видимости, будут, это согласно закону, но я другого представить не могу. Он должен будет оформить на памятник культурного наследия задание на реставрационные работы и, соответственно, оформлять дозвол на выполнение реставрационных работ с пристосованием, с предпособлением под, ну, скорее всего, гостиничный комплекс, раз это собирается будет. А эти два флигеля, производить их реконструкцию уже в другом виде. Собственно, все. А существует, вроде, сейчас? Я его не видел. То есть он пока в архитектуру не обращался ни с этим. Дальше направление на проспекту Шевченко-8 вызвало диалог, да, можете объяснить, что вы выделяете таких средств в смысле управления национальной правительством? Смотрите, это, я не знаю, это, в принципе, у депутата только вызвало такое вот бурное отношение. Давайте говорить откровенно, там работают люди, туда приходят одесситы. И я еще раз повторю, что задача исполнительных органов власти обеспечивать комфортную, так сказать, возможность работы всем государственным органам, находящимся на территории города, в том числе национальной полиции. Это здание детского садика, построенное, скорее, в 70-е годы. Естественно, оно на сегодняшний день особых ремонтных работ не подвергалось. Там требуется ремонт, потекла крыша. Плюс оно требует увеличения, нужно увеличение площадей. Вы знаете, что происходит реформа национальной полиции. Идет сокращение подразделений Департамента борьбы с экономической излученностью, еще других подразделений. Действительно, следственные органы национальной полиции, ну, будем говорить так, увеличены. Там действительно достаточно, ну, некомфортных, мягко выражусь, условиях работают следователи. Вот, ну, в комнатушке этот стул сидит, у двух-трех следователей. Естественно, опросы свидетелей, и все происходит тоже вот так вот, голова на голове. Ну, и плюс, действительно, там есть нюансы, связанные с сыростью, то есть здание не утюглено, оно с старым этим всем нормативом, но это требует ремонта. И действительно, городской совет по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы уделяем деньги для этого. Второе, это наше здание. Его надо сохранять. То есть, можно его, конечно, сказать, там, ну, горе, огонь и уеха, допустим, оно там разрушается. Но потом это вместо 5 миллионов, потом придется потратить и 20, и 30, и 40 миллионов. Поэтому, ну, тут много есть нюансов. Что касается передачи денег в ОСМД, ну, я скажу так, что это вообще разные, как бы, условия и статьи. Эти деньги, действительно, УКС получает при работе с застройщиками по оплате до любого участия развития инфраструктуры города. Эти деньги могут идти только на, грубо говоря, на объекты, принадлежащие и являющиеся собственностью, коммунальной собственностью города. Здание ОСМД, ну, ни коим образом точно не является собственностью города. И это совершенно другая статья использования дебюджетных средств. Поэтому, ну, она даже физически, это невозможно перебросить. Может быть, конечно, с точки зрения каких-то моральных устоев в чем-то они правы, но это физически даже невозможно. А хватит этих 5 миллионов, потому что уже была информация, что вообще проект намного больше. Не, ну, я еще раз говорю, я же сказал, поэтапно вы выделяем деньги, насколько возможно. Я не помню, там, по-моему, до 25, что-то. Я сейчас не скажу точно. Но я знаю точно, да, это больше 5, естественно, да. И речь идет о ремонте, не о достройке второго этажа, правильно? Во-первых, речь идет о достройке третьего этажа, но не на всей площади, в том числе и достройке третьего этажа. Там нужно оборудовать еще пожарную лестницу, там нет пожарных эвакуационных выгодов. Там много есть вопросов, которые нужно привести это здание сегодня в соответствии с ДБН. Ну, а еще раз говорю, это здание коммунальной сообщества. Сегодня одним из вопросов было возвращение управлением объектов храна культурного наследия двух миллионов, которые не успели расходить, и оборим много фасадов в целом историческом центре. Почему все же к концу года решили эти деньги вернуть? Может, раньше не понимали, что они не успели расходить? И что, в принципе, с этими фасадами? Здесь три магические буквы. Т-Г-О. Собирались миру по нитке. Вот культурное наследие пожертвовало 2 миллиона. Что было дальше с фасадами? Ничего не было. Ну, послушайте, мы, сегодня у нас есть, работает программа, сегодня, вы видите, достаточно много уже зданий архитектуры одеты в леса, мы работаем. И УКС продолжает эту работу вместе с культурным наследием. Культурное наследие управления занимается паспортизацией данных объектов, оформлением фасадов. То есть у них, в основном, будем говорить так, больше документальная работа. А строительная часть должна заниматься УКС. Это, собственно говоря, политика города. Вот и все. И, возможно, не привязаны к сессе филозоопаду. Там уже огромная арка, я так понимаю. И говорят, что должны усменить 29 деревьев вроде как. Да, нет, я вас прошу. Вот, смотрите, вы можете, вы можете спокойно там прийти. И там, я вчера там был с Анатольевичем, мы туда выезжали, там стоят такие красные метки деревьев, которые реально надо спилить. Вы сами видите, это шесть деревьев, которые надо спилить перед аркой. Все. И еще два дерева для парковки. Два дерева мы эти пока решили оставить. Посмотрим, мы пока поставим забор, определимся четко с границами парка и посмотрим. На сегодняшний день речь идет о шести деревьев, которые действительно стоят перед аркой. Тем более, там есть деревья такие уже нафилывшиеся. Ну, я еще раз говорю, можете сами подъехать, все пофотографировать, там вот и все. Просто, в принципе, вопрос, связанный с решением административного суда о возврате Министерства обороны. Нету никакого решения административного суда ни о каком возврате Министерства обороны. Не говорите того, чего не знаете. Более подробно расскажите, закончилось ли судебное рассмотрение? Ничего не закончилось. Во-первых, это рассматривается не в административном, а в хозяйственном среде. Во-вторых, споры продолжаются. Ну, то есть спор продолжается. На сегодняшний день есть разработана дорожная карта. Она рассматривается, подписанная министром обороны, точнее, исполняющим обязанности министра обороны, по которой мы определили ходы поступательно по возможной передаче Министерства обороны земель под эксплуатацию и деятельность военных городков. И не более того. Это затрагивает изменения в генеральный план, это и затрагивает целевое назначение земли. Но, однозначно, земли с целевым использованием под жилье Министерству обороны передаваться не будут. Кстати, на партнер-грузиастов, почему вопрос с его возможной застройкой, с его границами не решался до вмешательства активистов и на ДВД? Ну, скажем так, он решался, потому что было первое решение сессии по выделению под детский садик 1,4 гектара. То есть он решался вопрос. Собственно говоря, и все. А работа по определению границ сквера в городе проводится регулярно. Видите, каждую сессию выносится какой-то сквер. Там армейский сквер, Рейденсбург сквер, тот сквер, этот сквер. Ну, то есть до всего должны доходить руки. Вы же понимаете, что любая документация, тем более такая, больше, чем на 4 гектара, она требует достаточно серьезных финансового вложения. И это все вложится в бюджет города. Соответственно, сейчас дошли руки. Может быть, как говорится, слава богу, что не это. Эти граждане уже спустя 10 лет жизни в этом определили, что детский садик им там не нужен. Им нужен полноценный парк на 4,7 гектара. Ну, слава богу, должны слушать мнения жителей, которые там живут. Вот прислушались депутаты, вынесли решение. Слава богу. Да, касательно многопринятого закона Верховной Рады по доступу на пляжи Одесса. Доступа на пляжи в принципе, что они должны быть свободными. И плата это исключительно по желанию. Это не вопрос страны с чаем. Как это будет реализовано? Хорошо, если так не забывали, да? Вчера в день. Ну, это же не кажется. Это вчера в день. Это в день в 4 лет. Ну, послушайте, в любом случае у нас доступ на пляжи свободный, а услуги, там услуги оказываются платные. То есть есть топчаны, пожалуйста, бери топчан, лежи на нем платные. Потому что топчан, как говорится, хозяйский. А доступ на пляжи у нас свободный. Единственное, у нас есть, конечно... Вы там даже не было жалоб вообще. Да, есть, конечно, какой-то там товарищ один, который с пулеметом наперевес бегает периодически. Ну, это такое, просто это чуть-чуть отклонение от физиологии. Ну, вы понимаете, это вещи, которые должен регулировать город. Если сегодня зарегулирована ситуация о том, что на трассе здоровья должны кататься только велосипедисты, ну, там, на электро сегодня этих электротехники там, ну, так они и катаются. Ну, в любом случае, вы же понимаете, что должен быть проезд скорой помощи, пожарной помощи. Ну, для них тоже это предусмотрено. Это все зарегулировано решением городского совета о доступе транспорта в эту береговую зону. Вопрос, который интересует, я думаю, здесь весь город, вопрос очень простой. На какой стадии находится реализация проектов, за которые сессия проголосовала 3-4 года назад, реализация проектов водоохранных зон, заказчиком которой является управление коммунальной собственности, и реализация проекта отвода границ парка «Юбилейный». Почему я хотел его задать именно вам, как представителю, как вице-мэру, в связи с активизацией незаконного строительства на склонах, этот вопрос, к сожалению, обретает актуальность? Сколько еще времени нужно для разработки этой документации, и если есть, каковы объективные трудности к этим? Спасибо. Смотрите, документация, одна идет в цепочке в другой, вы правильно это сказали. Первая документация, это определение берегозащитной полосы. Она разработана. Было подано Министерству экологии. Министерство экологии добросовестный замминистра подписал, сказал «Окей, пожалуйста, годится». Дальше, в принципе, пошла инициативная какая-то ситуация депутатов. Они обратились к министру, тот сказал, ну, подпись моего министра – это чушь собачья. Я вот считаю, что… И вы помните, этот вопрос был снят с сессии городского совета. Хотя он был готов и рассмотрен, прошел все процедуры. Это, соответственно, эта полоса, она тянет за собой окончание разработки детального плана территории парка «Юбилейный». Он фактически, эти детальные планы территории, он практически закончен. Лежит в архитектуре, и можно с ним даже ознакомиться. Когда будет приниматься тот и другой документ, такого не знают. Нет, не скажу. Пока мы не согласуем. На сегодняшний день мы пошли по-новому согласовывать с департаментом экологии. Ну, мы уже под пониманием того, что министерство поменялось, министры поменялись. Там вроде как сейчас все рассядываются на свои места, и мы снова этот проект, мы обратимся к министерству экологии для его согласования. Будет согласован, будет представлен опять на рассмотрение депутатского корпуса, пожалуйста. И, соответственно, он даст старт возможности реализации принятия детального плана территории парка «Юбилейный». Спасибо. Ну и маленький вопрос, это, как говорится, внепланово. Улица Дачная, 28. Там был детский санаторий «Нефтяников», принадлежащий заводу «Большевик». И сейчас там ведутся строительные работы, как нам ответило управление архитектуры, незаконные. Тяжелая строительная техника работает. Кому принадлежит улица Дачная, да, 28? Там несколько гектаров земли, и раньше там находился, как я уже сказал, детский санаторий. Управление архитектуры. Да, нет, там не было никакого... Даже не место такое, фонтан. Солнышко. Это на фонтане. Вот это солнышко. Да, это солнышко. Как имущественный комплекс, в очередной раз, как Антартика, как все остальное, добросовестными этими товарищами. Раз продан через фонды «Госмайна», «Прозоро». На сегодняшний день у людей... Я знаю, в 2018 году у них была отведена земельная делянка, как это дело. Разрешений никаких на неградостроительные условия ограничения на сегодняшний день они не получали, они не обращались. Они производят свою расчистку территории. Туда, насколько я знаю, выезжал в департамент экологии комиссии. Было установлено... Ну... Нарушения. Какие-то, я не знаю, нарушения, это пусть они не рассказывают, нарушения. Действительно, спил какого-то количества деревьев. Я думаю, что вы можете им задать этот вопрос. Они подробно вам это рассказывают. Они же комбинировали, что они так комбинировали. Газ туда выезжал, строительных работ там не проводится. Ни подготовительных, ни каких. Спасибо. Территория была ограждена. А у нас там вопрос. Другие. С приводу Воронцовского дверца, там есть мраморные плиты, в Унайи всем известны, откуда есть складовище. И люди жалуются на то, что часть этих плит уже снята, а часть раздована просто валяется на территории. Чи будут проводиться ремонтные работа, описывать их, что там не будет. И они будут проводиться. Стосовно Воронцовского палацу, комплексу Воронцовского палацу, нами розроблена документація проектная, которая уже с 23-24 березня находится в Министерстве культуры. И мы каждого месяца вважаем отримать какого-то листа. Чи они погоджують эту документацию, чи они не погоджують эту документацию. Когда она была погоджена, мы сможем дальше рухаться в направлении подготовки документации стосовно стадии П. И у нас эта документация будет разрушаться, и мы будем продолжать выполнять реставрационные работи Воронцовского палацу. Стосовно цих плит, вы правильно сказали, что эти плиты из кладовищ, они не должны там зберегаться и дальше по этим плитам ходить люди. Ну, все-таки... Они вернуть на кладовище? Нет, они у нас сняти, сложены. Мы уже проводили неодноразовый выход из засобов массовой информации, они видели, эти плиты, они разложены. Ну, если мы сможем, может, мы сделаем какой-то музей под открытым миром. Ну, это такие проекты, я прошу, это не установить. Последний вопрос. С привода конфликта на Гагаринском плато, два роки уже конфликтует забудовник с местными жителями, или будет какая-то мэрия регулировать этот сбор на территории? Как вы видите, регулирование? Стоять между ними. Слушайте, есть решение сессии МИСКОЙ РАД проведено на земельной дилянке под тое майно, что люди выкупали. У них есть планы, есть план звонования, выдано документы к месту будильной умове обмежения. В МИСКОЙ РАД получены экспертной выставки та дозволы на ганание будильных рубин. Все? Дякую вам. Остание питания. Дорога в рот у кого-то была. Я хотела уточнить по поводу Дворцовского дворца, который вы произвели. Люди говорят не только о том, что снята плита, они говорят, что часть из них уже раздроблена, площадка тоже уже неликвидная, и она продолжает там находиться. Будет ли это куда-то перемещаться в течение ближайшего времени? И плюс люди говорят еще, что лестница в Дворцовском дворце, она тоже разобрана, и вроде бы, как ее не планировали восстанавливать, как купили рабочие. Какая лестница? Лестница возле Воронцовского дворца. Лестницу к Воронцовскому дворцу или к Воронцовской колоннаде или к комплексу, которая вниз идет, от тещиного моста снизу. Ну да, она находится в отвратительном состоянии, я с вами полностью согласен. И действительно, из данного протокола и поручение Управления инженерной защиты, которое находится на балансе лестницы, приступит к проекту. То есть, ну я согласен, ее надо приводить в порядок. Мы ее не за последнюю неделю раздолбали. Слава Богу, ее лет 80 никто не трогал. Поэтому, ну, это нормально. Последний вопрос. Я вам могу таких мест много приводить, которые надо в порядок приводить. Да, последний вопрос. Ну, послушайте, ну, этот камень, он действительно, там есть действительно некоторые плиты, которые треснули, но не треснули ни сегодня и ни вчера. Ну, там были достаточно давно, лежат уже сколько там, 100 лет, 80 лет. Да, пожалуйста, последний вопрос. И планы, вот сейчас, например, на этот год, пока они не закончатся, и внешники, возможно, будут проводить свои работы, связанные с парком энтузиастов, и в чем может непосредственно участвовать общество? Это люди, которые там поддерживают? Нет, ради бы, ну, смотри, первое, надо, естественно, конечно, закончить вопрос определения границ, то есть закрепить это законодательно. Решение всей Северного Совета, то есть они попали в список всех парков, которые есть, то есть такое решение, это первое. Второе, естественно, нужно разработать проект благоустройства этого сквера, ну, как минимум, показать его гражданам, которые там проживают, или активной части гражданам. Я думаю, что в принципе ничего сложного там не может быть, то есть тропинки, свет, лавочки, локация детской площадки, ну, не знаю, фонтаны, наверное, там будут лишние, там какие-то, тири, да, нет, не лишний, не лишний фонтан, значит, фонтан он рисует. Все, и потихоньку выделять деньги и приступать к работе. Собственно говоря, стандартная схема, ничего нового. А деньги выделены уже в этом? Определены на бюджет? Вы понимаете, в чем дело? Деньги, штука сложная. Да, деньги, штука сложная. Давайте, мы все равно с будет сессия по бюджету, все будут понимать. Сначала деньги найти на проектную документацию по отводу земли, вот это для начала. В принципе, если это решение в сессию попало, соответственно, департаментом собственности на следующий год в титул забьет деньги на, ну, заложит деньги на реализацию проекта отвода земли. Это святое. Просто Мне просто это не все, что ли вы, я просто смешил.